Шалом друзья, с вами как всегда я Майор, у меня уже было подобное видео около двух лет назад, но с того момента появилось много новой информации, и также у меня лично у самого забанили мой основной игровой аккаунт. И я не хочу, чтобы у вас произошло, повторилось то же самое, так что советую досмотреть это видео до конца. Начнем мы все так же с никнеймов, и все так же за никнеймы с оскорблениями кого-либо, то что он там такой, сикой, там пес и так далее, за это все так же следует наказание. Но пока что не в виде блокировки аккаунта, а в виде того, что у вас полностью снимают ваш рейтинг до бронзы. И во-вторых, вам запрещают играть рейтинговые режимы и командный режим до тех пор, пока вы не сделаете себе обратно нормальный никнейм. Но я думаю, после того, как вы его себе смените на нормальный, тоже нужно будет немножко там подождать, дня примерно три. Но если что после, то как вы себе поставите нормальный никнейм, никто ваше звание, будь то оно Алмаз, или же Мастер, или же Эксперт, или же Грандмастер, никто вам не вернет. Так что лучше этим делом не играться. Далее, касаемо багов. Раньше было вообще непонятно, что с ними происходит, как будто бы никого за баги не банили. И по факту вообще не было никакого такого доказательства, что Гарена каким-то образом эту фишку, так скажем, контролирует с точки зрения ваших аккаунтов. Но примерно полгода назад произошло невероятное. Я снимал себе видосик в ТикТок. Кто, кстати, не в курсе, я активно веду свой ТикТок аккаунт. И также конин ТикТока я веду также Shorts YouTube канал, второй мой. Так что, кто не в курсе, заходите, смотрите, там видосы выходят регулярно. Намного регулярнее, чем тут. Так вот, я снимаю видосик, где хочу показать очередной баг, очередную фишку такую полезную на самом-то деле. И раньше бы со мной ничего не произошло. Но тут я беру, выхожу из той текстурки, в которую я изначально залез, и происходит что-то невероятное. У меня выскакивает на экране плашечка, обнаружено подозрительное поведение, и меня выкидывает из катки. Тогда я играл в классику, это был не рейтинг, но я думаю, если бы был там рейтинг, там мне бы еще-то конкретно рейтинга подсняли. Конечно, не до бронзы, но тем не менее, я думаю, наказание в виде рейтинга, и в виде рейтинга доверия было бы точно. И так вот, если у вас есть какой-то баг, который вам нравится, который вы на регулярной основе юзаете, в принципе, ничего страшного в этом нет. Но если вы видите то, что за баг, который вы используете, у вас происходит такое, то, что вас выкидывает из катки, то ни в коем случае не продолжайте использовать этот баг. Потому что вы доиграетесь, это 100%. Один там, два рейта и так далее, ничего дома не будет. Но если вы на регулярной основе будете таким заниматься, и вас на регулярной основе будут кикать с катки, я вам обещаю, наказание последует очень и очень скоро. Так что, не злоупотребляйте. А в моей группе ВКонтакте и в моем телеграм канале вы можете получить настройку для оттяжки, плюсом обучалку оттяжки, плюсом набор управлений, а то есть худов. Всего лишь это за 50 рублей. А если вам настройка не понравится, я ее либо же переделаю, либо же верну деньги. А также не забывайте про самый полезный бот по фрифайеру, в котором есть просто-напросто все. И он есть также и во ВКонтакте, и в Телеграме. Если что, все ссылки в описании по данным видеороликам. Далее, читы, софты, скрипты, регидиты, амотиконы, инжекторы. Ведь я даже запомнить это не смог, мне приходится читать это с листочка, потому что столько уже всего напридумывали. В общем-то, все вот эти названия, которые я перечислил, это все обычные, абсолютно классические читы, которые вам помогают играть, которые вам помогают давать лучше там оттяжку и так далее. И это все является обычными, как я уже сказал, читами. И что самое страшное, как я думаю, вы уже своей головой догадались, то что после этого следует блокировка вашего аккаунта за использование таких вот всяких прикольчиков. И помимо этого, насколько я понимаю, читы это сейчас единственная вещь, за которую может последовать блокировка не только вашего аккаунта во фрифайре, но еще и блокировка по самому устройству. То есть после такого бана может произойти такое, то что не сможете в принципе создавать каких-либо новых аккаунтов на своем телефоне. Далее намеренная игра с читерами. Я еще раз повторюсь, то что читы, софты, скрипты, реглиты, амотиконы, инжекторы это все одно и то же. Так что если ваш друг использует что-то из этого, и вообще без разницы он называет это инжектором или же амотиконом, вам последует соответственно наказание за намеренную игру с читерами. Сначала придет предупреждение, но если вы до этого предупреждения уже успели кучу там акок сыграть, либо же там я не знаю гранатмастера себе уже апнуть, вам последует блокировка игры в рейтинг и в командные режимы на 2 дня. Но если вы после этой временной блокировки продолжите все так же играть со своими тиммейтами и читерами намеренно, то уже последует сброс вашего звания до бронзы. Я еще раз повторюсь, тут идет речь именно о намеренной игре. То есть когда вы конкретного человека приглашаете себе в лобби, и конкретно именно с этим таким-то человеком, который читер, ну специальных скажем играете. То бишь если там в рандоме у вас в команде попался какой-то читер, ничего страшного в этом нет, не кипишите. Далее касаемо замены файлов, насчет этого пункта я могу говорить основываясь на своем личном опыте. Так что я надеюсь хотя бы в этом пункте вы мне уж на 100% доверитесь, и не будете там говорить майор ты че, а мотиконы инжекторы это же не читы, это же ну совсем другое и так далее. Я думаю левина доля людей, которые используют замену файлов, используют с помощью всяческих приложений. Ну либо же использовали, либо же хотят начать использовать, так вот я вас предостерегаю. Если вы будете использовать замену файлов с помощью какого-то там приложения и так далее, с вероятностью 99% у вас во-первых сначала последует невозможность запуститься в командный режим и также рейтинговые. Перед этим у вас будут попадаться постоянно либо же читеры, либо же боты в катках, и также на тренировке, и также в классике. Будет просто запредельное количество ботов и запредельное количество чуваков, которые как-то непонятно играют, которые скорее всего читеры. Ну а после этого последует блокировка аккаунта на 3 дня. Либо же вам может не повезти как и мне, и ваш аккаунт сразу же заблокируют навсегда. Это не прикол, кто не верит, можете посмотреть вот это вот мое видео, которое где-то сейчас тут вот тут находится, и там я конкретно свою историю блокировки моего аккаунта рассказал. Ну а если вы скачиваете там замену из интернета, там сами что-то шурудите в файлах, я думаю блокировка аккаунта полная последует намного и намного быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok